Иеремии 23, 36 стих Когда мы читаем Ветхозаветное Писание, то должны помнить, что мы уже не находимся под Ветхим Заветом. Следовательно, мы должны использовать этот стих Писания в соответствующем контексте, чтобы это не становилось причиной самоосуждения для некоторых. Мы живем по Новому Завету. В мире столько проповедников, которые проповедуют из Ветхого Завета, не напоминая слушающим о том, что мы уже не под Ветхим Заветом. Так что же мы должны вынести из этого? Вот что. Нельзя допускать, чтобы наше служение Богу становилось бременем. Нельзя допускать, чтобы наша десятина стала для нас бременем. И нельзя называть бременем то, к чему призвал нас Бог. Если Бог дал вам помазание приводить людей ко спасению, не говорите, что Бог возложил на вас бремя приводить людей ко спасению. Ни в коем случае нельзя смотреть на Божье призвание, как на бремя. Так же с десятиной. Вы смотрите на свое финансовое положение и начинаете считать, что десятина – бремя для вас. Это недопустимо. Вы должны быть уверены в том, что если вы жертвуете, то Бог обязательно воздаст вам. Вы должны это понимать. Когда это понял я, ко мне пришло осознание того, какая это привилегия и какая честь – служить Господу. Новозаветные святые почитали за великую честь – служить Богу. Настолько великую, что гонение за Христа считали привилегией. Даже смерть за Христа они считали привилегией. Со временем мы это потеряли. Дошло до того, что даже просто прийти в церковь – уже бремя для нас. Прославлять Бога – это бремя. Бремя давать десятину. Бремя приходить на служение в среду. О, Боже, как тяжело сидеть здесь часами. Как тяжело жертвовать. Если это такое уж бремя для вас, может быть, сразу в ад пойдете? Если хотите увидеть настоящее бремя, идите в ад. Вот там настоящее бремя. Ад будет для вас тяжелейшим бременем. Я вам гарантирую. А Божье Царство не должно быть для вас бременем. Нужно изменить свое отношение. Господи, помоги мне захотеть. Быть честным в молитве – это правильно. Нормально, когда вы приходите к Богу и говорите, «Мне не хочется, но мне бы хотелось захотеть. Если ты поможешь мне захотеть делать то, что не хочется, то я обязательно захочу». Вы меня понимаете? Вы ведь не хотите приходить в церковь нехотя, с ворчанием. Но вы ведь поставили печать на свое пожертвование и на свое служение. И хотя Бог не проклинал вас, ваше отношение приводит к тому, что вы живете в проклятии. Вы сами создали ситуацию для неудачи. Вы не расположили себя к успеху. Благословение – это расположение к успеху. А проклятие – это обреченность на поражение. Библия учит нас не относиться к своему христианству как к бремени, которое только усложняет жизнь. Избавьтесь от бремени и попросите Бога дать вернуть вам первую любовь. Дай мне, Боже, то стремление, которое было у меня раньше. Некоторые говорят, «Помоги мне вернуться к своей первой любви». Знаете, почему у вас была такая страсть? Потому что вы были изумлены Божьим величием и любовью Иисуса к вам. Когда вы были уверены в том, что заслуживаете ада и не знали, как заслужить прощения за свои поступки, вы осознавали свой грех, вам было стыдно. Но когда вы обрели спасение, вы поняли, что кровь Иисуса смыла все это. Вы приходили в церковь с такой радостью. Вы с радостью жертвовали. Или когда у вас была возможность принести десятину, вам это приносило такую радость. Вы с радостью служили в церкви. Вас все это так радовало. Я призываю вас вернуть эту радость и сохранить ее. Послушайте меня. Бремя блокирует благословение. Когда вы считаете служение Богу бременем, вы тем самым блокируете благословение в своей жизни. Если вы даете десятину, но при этом ворчите, вы блокируете Божье благословение. Когда вы сеете в Божье царство, потому что вам нужно финансовое благословение, но делаете это с недовольством, это заблокирует ваше благословение. Наше отношение к жизни определяет, сколько в ней будет Божьих благословений и Божьего помазания, и что Бог сможет совершить в вашей жизни. Задумайтесь и поймите, что пришло время жертвовать. Давайте задумаемся обо всем том, что сделал для нас Бог и почему мы так любим Его. Из-за Его любви я и хочу служить Ему. Я хочу жертвовать на Его дело. И это изменит многое в вашей жизни. Вместо того, чтобы поступать по любви, мы идем следом за своими потребностями. Но если все наши действия будут продиктованы любовью, то Бог, который есть любовь, позаботится о восполнении наших потребностей. Неправильно говорить, что у Бога есть любовь. Бог сам и есть любовь, и Он не может сидеть сложа руки, видя вас в нужде. Он придет и избавит вас от нужды, потому что вы любите Его, несмотря на то, что вам так трудно. Нельзя убегать от Бога в таких ситуациях, как это делают очень многие люди. Я верил Богу, а Он не пришел мне на помощь. Зачем мне такой Бог? То есть человек поступал правильно, но с неправильными мотивами. Неправильные мотивы. Человек не вел себя так, как должен был вести. Нам нужно задуматься над тем, что происходит в нашем сердце. И тогда время сбора урожая никогда не прекратится в нашей жизни. И значит, нужно сделать все для того, чтобы любовь была силой, побеждающей все ваши поступки. Это то, что мы должны помнить всегда, с какими бы трудностями мы не сталкивались. Мы должны задавать себе вопрос, как бы любящий поступал в этой ситуации? Как бы любовь отреагировала на это событие? Любое действие любви производит урожай любви и делает это всегда. Мы говорим сегодня о том, что мы должны жертвовать с любовью и вообще все в своей жизни делать с любовью, избавиться от жалоб и ропота. Итак, мы уже читали во втором послании к Коринфянам, и я хотел бы еще раз прочитать эти слова. Я говорил, что сделаю небольшое повторение. Второе послание к Коринфянам, 9 глава. Прочитаю из расширенного перевода Библии. Седьмой стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». В расширенном переводе Библии это звучит так. «Пусть каждый отдает желание по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо Бог любит, ценит, восхищается, никогда не оставит и не покинет доброходно дающего от сердца, расположенного отдавать». Вот что важно, если это в вашем сердце. Жертвуете ли вы от всего сердца? Служите ли вы Богу от всего сердца? Бог говорит, что никогда не покинет такого человека. «Я не оставлю человека, который любит Меня и дом Мой». Если в сердце закрался страх, вы боитесь и думаете, «Вряд ли Бог поможет мне». Именно тогда и нужно цитировать Священное Писание. «Бог не покинет Меня». То, что сеял, я сеял с любовью. То, что жертвовал, я жертвовал с любовью. То, что я делал, я делал с любовью. Бог не оставит Меня. Это мой стиль жизни. Это то, как я живу. Любовь не перестаёт любить. Вы меня понимаете? Любовь — это помазание для процветания. Более того, это помазание на исцеление. Это помазание для обретения свободы от греха. Это помазание избавляться от любого бремени Иерма. Иисус исполнился состраданием и исцелил всех пришедших. И в то же самое время Он накормил их всех. Почему? Потому что, когда действует сострадание, бремя уходит. Когда действует сострадание, ермо разрушается. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Когда вы делаете что-то для Бога, спросите себя, «Почему я это делаю?» У вас должен быть лишь один ответ. «Я делаю это из любви». Вот какой ответ вы должны получить. «Почему я служу?» «Почему я жертвую?» «Почему я хожу в церковь?» «Почему я принял Христа?» «Почему я служу в этом наделе церкви?» И ответом должно быть «потому что я люблю». И если любовь является ответом на все эти вопросы, Бог обещает, что никогда не оставит вас. Если вы до глубокой ночи сидите в раздумьях о том, как оплатить свои счета, остановитесь. Минуточку, ведь я всегда был движим любовью. Я люблю людей, люблю Бога. Все, что я делаю, я делаю с любовью. Бог не оставит меня. Бог так не поступает. Если ничего не происходит, поднимите глаза к небу. Бог ведет вас выше. Это такие простые слова, но в них сила, которой вы не видели раньше. В этих словах ответ на вопрос, почему сегодня церковь не видит той силы, которую мы видим в Библии. В этом и есть ответ. И мы, друзья мои, скоро увидим силу Божьего помазания в своей жизни, в своих финансах, в своем здоровье, во всех сферах жизни. Вы должны понимать, что Бог... Послушайте, Бог не был бы Богом любви. Я буду с вами откровенным. Разве может быть помазание, которое сделает вас богатым, но оставит при этом больным? То же помазание, которое исцеляет. Если помазание исцеляет вас, то оно же касается и ваших финансов, ваших семейных взаимоотношений, супружеских взаимоотношений. Бог есть Бог мира, Бог полноты, Бог совершенства. Вот что мы должны помнить. Это помазание касается всех областей вашей жизни. Всех областей вашей жизни. Вот что делает любовь. Любовь не только избавляет нас от бремени, от ерма. Помните, что написано в книге Исаии? 10.27. Там написано, что ермо распадется от тука. В расширенном переводе написано, «Из-за того, что ты станешь толще, вы станете слишком толстыми, и ермо разрушится». Никто не сможет надеть на вас ермо, потому что у вас слишком толстая шея. Ваше процветание сделало ермо невозможным. Повернитесь к сидящему и скажите ему, «Скажите, «Эй, толстый!» И я не имею в виду ваш вес. Я говорю о преуспевании. Это преуспевание. Аллилуйя. Аллилуйя. Ваша шея слишком толстая. Дьявол пытается заключить ваши руки в кандалы, но ваши руки потолстели. И теперь все то, что он использовал, чтобы порабощать вас, больше на вас не лезет. И это потому, что любовь вырастила вас, и никакое ермо вам больше не подходит. «Эй, толстые!» «Да!» «Да, да, аминь!» «Слава Богу!» Любовь подвигла даже Соломона совершить тысячу жертв всесожжения Богу. Только представьте себе, я как-то думал, у Соломона был вопрос, и он решил принести Богу тысячу жертв, чтобы Бог явился ему в тот же вечер и ответил, вот что сделал Соломон. «Я люблю тебя». «Что я могу для тебя сделать?» «Я принесу тебе тысячу жертв всесожжения». А потом, об этом написано в пятой главе второй книги Параллепоминон, он опять говорит «Я люблю тебя». И он принес такую жертву, которую невозможно оценить или посчитать. Слава Господне наполнила дом. Любовь готова отдавать. Вспомните те моменты в вашей жизни, когда любовь побуждала вас дать что-то другим. Послушайте меня. «Я даю десятину и никогда не перестану давать десятину». Почему? Потому что любовь Божья объяла меня и побудила давать десятину. Я не могу не давать десятину, потому что я осознаю, насколько Он любит меня. А потом начинаешь задумываться о том, может, это и звучит не очень красиво, о том, как отплатить Ему. Я несколько раз произнес эти слова в молитве. Я сказал «Господи, я бы очень хотел узнать, что я могу сделать для Тебя, как я могу благословить Тебя сегодня, чем я могу отплатить Тебе. Ты сделал мне столько добра. Что я могу сделать? Что я могу сделать?» И каждый раз я получаю один и тот же ответ «Будь больше похож на меня». Любовь. Я спрашиваю, как мы можем задать дьяволу перца? Как мы можем проучить его? Как задать ему хорошую трепку? Давайте сделаем это. Как это можно сделать? Ответ тот же. Любовь. Вы понимаете, какое действие любовь имеет на дьявола? Любовь полностью парализует дьявольские планы. Нищета не может оставаться там, где есть любовь. Там, где есть любовь, там нет места бедности, нет места страху, нет места эгоизму. Сатана парализован, когда действует любовь. Мы не затрагивали это в серии проповеди о страхе, но совершенная любовь изгоняет любой страх. Так как же сделать любовь совершенной? Прежде всего, Божья любовь — зрелая любовь. Нужно достовериться, что наша любовь достаточно зрелая. Мы должны развиваться в этом. Друзья мои, это один из тех вопросов, которого многие люди стараются избегать. Однако именно это и созидает характер. Ваша судьба зависит от вашего характера. Ваши принципы определяют ваши поступки. Характер — это когда человек поступает правильно, потому что это правильно. Любовь — это правильно. Согласны? Любовь — это правильно. Когда мы говорим с людьми о любви, мы просим их дать отчет о своем поведении. Примите решение любить и примите решение во всех своих поступках руководствоваться любовью. Отвечайтесь любовью. Нельзя ни на кого оставаться в обиде, если у вас есть это откровение. Да, возможно, вас кто-то выведет из себя. Вы разозлитесь. Но ваши эмоции успокоятся, если вы подчините свои эмоции Божьей любви. Куда бы ни вырывались ваши эмоции, любовь возвращает их на свое место. Да, вы вышли из себя, но очень скоро успокоились. А если говорить о деньгах, то очень сложно не верить и сомневаться, если ваше сердце переполняет любовь. Любовь уже нашла для вас выход. Любовь уже восполнила ваши потребности. Любовь уже предоставила вам работу. Вы знаете, что это делает для вашей уверенности? Когда вы уверены в Божьей любви, вы настолько уверены, что ваша вера пробивает крышу. Именно поэтому наша вера и действует любовью. Так для чего же эта любовь? Только для того, чтобы сделать вас более уверенным. Когда эта любовь делает вас настолько уверенными в Божьих обетованиях, задумайтесь вместе со мной. Если я сомневаюсь в его любви, разве я не буду сомневаться в его слове? Трудно верить в то, что он говорит через Библию, если я не верю, что он любит меня. Если я буду думать, как тот человек из первой главы Второзакония, Господь возненавидит нас. Если я буду думать, что Бог ненавидит меня из-за того, что я что-то сделал не так, цель Нового Завета в том, чтобы вы понимали силу крови Иисуса. Бог ненавидит меня. Он не хочет иметь ничего общего со мной. А потом вы читаете, что Бог восполнит все ваши нужды. Не так легко поверить, что Бог сделает это, потому что вы не уверены, что Он любит вас. Может быть, я совершил нечто, что остановило его любовь. Друзья мои, запомните раз и навсегда. Ни у одного человека на земле нет способности остановить Божью любовь. Если бы вы могли, то вы бы отменили Бога. Помните, что Бог есть любовь. Бог не только любит. Он сам любовь. Он начал любить вас не тогда, когда вы обрели спасение. Он любил вас, когда вы были никчемным грешником, когда вы курили травку, сквернословили, пьянствовали и занимались неизвестно чем. Он любил вас еще тогда. Насколько сильнее Он любит вас сейчас? Страх, который сатана больше всего, больше любого другого страха, стремится вселить в нас — это страх, что Бог не любит нас или перестал любить нас. Поймите это. Он никогда не перестанет любить меня. Никогда. Проблема не в том, что я не могу поверить Ему, потому что я сомневаюсь в Его любви. Можно сомневаться в Его любви, но если вы сомневаетесь, вы тратите свое время впустую. Бог принял свое решение. Он будет любить вас. Просто смиритесь с этим. Это само по себе производит большую уверенность. Бог любит меня, а значит, все будет в порядке. И вместо того, чтобы волноваться, вы говорите, «Бог же любит меня, все будет в порядке». А что, если Его помощь не придет сразу? Ничего, я буду верить. Я буду исповедовать Его Слово. Я буду верить Богу. Возможно, Бог откроет что-то во мне, на что мне нужно обратить свое внимание. И в этом отношении видна ваша уверенность в том, что Бог позаботится о вас. Я в этом не сомневаюсь. Хотите, бросьте меня в львиный ров. Бог любит меня. Я провожу с Ним время трижды в день. Он любит меня. И львы не съедят меня. Им придется голодать до тех пор, пока им не просят другую пищу, потому что меня они не съедят. Почему? Потому что Бог любит меня. Представьте себе, как это сильно. Бог любит меня. Люди смеялись надо мной, когда я был на яхте. Мне показалось, что волна накрыла все судно, а оказалось, что кто-то плеснул на переднее стекло воды, чтобы помыть окна. Теффи засмеялась, а я сказал, зря смеешься. Я точно знаю, что нужно делать, когда у нас проблемы. Слава Богу. Я напомнил себе о его любви, чтобы моя уверенность устояла, чтобы моя вера продолжала действовать, чтобы все остальное продолжало действовать. Но прежде всего я напоминаю себе о его любви. И если мы будем поступать так во всем, мы обретем силу, невиданную до сих пор в этом мире. Нам нужно говорить об этом. Нужно объяснить людям, что мы нашли помазание процветания. Помазание процветания — это любовь. Любовь — это помазание. И любовь — это то, чем мы благословлены. Когда Он благословил нас духовными благословениями, мы получили силу Его любви. В послании к Кримлину в пятом стихе пятой главе написано, что Он излил на нас Его любовь. Он наделил нас силой любви. Любовь — это ваша сила обретать богатство. Это ваше помазание. Это ваше благословение. Это ваша благодать. Мы должны понять это. Напоминайте себе об этом. Напоминайте себе об этом. И всякий раз, когда у вас появляется возможность, напоминайте себе об этом. Да, бесы, конечно, будут ненавидеть вас. Бесы будут нападать на вас. Но помните, что они лишь шумят, потому что любовь парализовала их. Нет места страху там, где есть любовь. Нет места страху там, где есть любовь. Задумайтесь о своих поступках. А о чем ты будешь учить во время следующей конференции о процветании? Я буду говорить о более глубоком уровне того, о чем мы говорим сегодня. Но к следующему году ваши дела пойдут в гору. В следующий раз вы придете вот так. Пастор, давайте будем любить его. Будем любить его, будем любить его. Аминь. Давайте продолжим. Насколько я помню, я попросил вас открыть Псалом 121. Начнем. Псалом 121. Пусть само Писание говорит с вами. Если Иисус и был немного разочарован, когда пытался донести эту истину до людей, то я понимаю, почему так происходило. Пытаюсь донести это до людей, а они видят нечто иное. Особенно, когда он начал говорить о заповедях. Все подумали, что речь о заповедях Моисея, а он сказал, заповедь новую даю вам. Новую заповедь даю вам. Это не закон Моисея. Это закон Иисуса. Это новая заповедь, которая есть любовь. Откроем Псалом 121. Давайте прочитаем 6 стих. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Продолжим. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю благо тебе. Давайте рассмотрим эти стихи эти четыре стиха. Молитесь о мире. Слова мир и процветание происходят от одного корня, слова «шалом». Молитесь о шаломе для Иерусалима. То и другое вместе означает молитесь за мир, молитесь за процветание, молитесь за совершенное благополучие Иерусалима. Далее написано «Благоденствуют любящие тебя». Он только что сказал вам, кто будет процветать. «Те, кто любят Его, будут процветать». Здесь не написано, что процветать будут те, кто хочет процветать. Конечно, все бы хотели процветать. Здесь написано, что процветают те, кто любит Бога. Иерусалим — это образ Божьего Царства. И это любовь, это любовь к Божьему Царству, любовь к служению Богу. Это ваша привязанность к Божьему Царству. Именно ваша любовь и гарантирует ваше процветание. «Благоденствуют любящие тебя». Разве можно было сказать яснее? Эти слова связывают нашу любовь с нашим процветанием. «Благоденствуют любящие тебя». «Благоденствуют любящие тебя». Кто благоденствует? «Благоденствуют любящие тебя». Кто благоденствует? Вы знаете, что мне нравится повторять. Кто благоденствует? Я знаю, что люди сейчас смотрят на меня, словно спрашивая, «Ну и сколько ты еще будешь повторять?» Иногда повтор помогает донести до человека значение слов. Насколько я помню, я попросил вас открыть Псалом 121. Начнем. Псалом 121. Пусть само Писание говорит с вами. Пусть само Писание говорит с вами. Это закон Иисуса, новая заповедь, которая есть любовь. Откроем Псалом 121. Прочитаем 6 стих. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Продолжим. «Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе». Давайте рассмотрим эти стихи, эти четыре стиха. «Молитесь о мире». Слова «мир» и «процветание» происходят от одного корня, слова «шалом». «Молитесь о шаломе» для Иерусалима. То и другое вместе означает «молитесь за мир», «молитесь за процветание», «молитесь за совершенное благополучие Иерусалима». Далее написано «благоденствуют любящие тебя». «Благоденствуют любящие тебя». Он только что сказал вам, кто будет процветать. Те, кто любит его, будут процветать. Здесь не написано, что процветать будут те, кто хочет процветать. Конечно, все бы хотели процветать. Здесь написано, что процветают те, кто любит Бога. Иерусалим — это образ Божьего Царства. И эта любовь — это любовь к Божьему Царству, любовь к служению Богу. Это ваша привязанность к Божьему Царству. Именно ваша любовь и гарантирует ваше процветание. «Благоденствуют любящие тебя». Разве можно было сказать яснее? Эти слова связывают нашу любовь с нашим преуспеванием. «Благоденствуют любящие тебя». «Благоденствуют любящие тебя». Кто благоденствует? «Благоденствуют любящие тебя». Кто благоденствует? Кто благоденствует? Кто благоденствует? Почему вы считаете, что вы будете благоденствовать? Почему вы будете процветать? А откуда вы знаете, что любите Бога? Ага. Ага. На этот вопрос не так просто найти ответ. Вы говорите, что будете благодетствовать, потому что вы любите Его. А откуда вы знаете, что это любовь? Ведь нужно знать, что это настоящая любовь. Откуда я знаю, что ваша любовь искренне исходит от сердца, что она настоящая? Откуда я знаю, что это не просто слова? Любой может сказать «Я люблю Его». Вы можете просто говорить «Я люблю Иисуса». Любой может сказать это. Любой может произносить эти слова. У одного человека одно определение любви, у другого другое. Что это значит? Я люблю Его. Так почему же я не благодетствую? Что-то не так с вашей любовью. Нельзя говорить, что вы любите Его, и при этом оставаться эгоистом. Вы не можете говорить, что любите Его, и при этом ставить условия для прощения. Речь не идет об эмоциональной любви. Там ясно написано «Любящий Меня соблюдает заповедь Мою». Что это за заповедь? Любовь. Люди часто задают мне вопрос «Что значит любить?» Исполнять то, что Он повелел. Да, а что Он повелел вам? Любить. Что такое любовь? Это исполнение Его заповедей. А что Он повелел? Любить. Так хотя-то я и хочу понять. Что такое любовь? Это соблюдение Его заповедей. А что это за заповеди? Это заповедь любить. Вы меня совсем запутали. Я ведь хочу узнать, как нужно любить. В основе любви должны лежать не ваши эмоции, а Новый Завет. Что это значит? Я люблю тебя безусловно. Я принял решение прощать. Я принял решение отвечать людям с любовью. Я принял решение побеждать зло добром. Делать добро, даже когда злишься и хочешь отомстить. Я принял решение поступать в соответствии с Новым Заветом. Моя любовь основана на этом Новом Завете, а не на моих эмоциях. Ведь иногда в эмоциях нет любви. И так мы оправдываем эту свою нелюбовь. Исполните заповедь мою. А что это за заповедь? Люби безусловий. Это не душевность. Сверхъестественная любовь, которая наделяет вас силой любить ваших врагов. Которая наделяет вас силой любить ваших врагов. Вот такой человек благоденствует. Они используют вас, но вы все равно любите их. Они причиняют вам боль, но вы прощаете их и продолжаете любить. Вот такой человек процветает. Ваш бывший муж, который мучил вас на протяжении многих лет, а теперь не платит алименты, любите этого никчемного человека, как Иисус любит его, и вы будете процветать. А такие люди, как он, если не изменятся, то получат обратной стороной руки Божьей. Любовь. А что делать после того, как ты начал любить? Любить. А что делать после этого? Любить. А что после? Любить, любить, любить. А что же побуждает меня любить? То, что я буду процветать? Нет. Я люблю, потому что я влюблен в того, кого люблю. Пусть процветание останется в стороне. Это как вода в море. Пусть процветание не будет побуждающей силы для вашей любви. Если процветание станет для вас основным мотивом в любви, у вас не будет правильного двигателя. Теперь ваш двигатель не любовь, а желание процветать. И если процветание, а не любовь, становится вашим двигателем, то вы будете похожи на одного из тех с Уолл-стрит. Вы должны поступать правильно. Но если вы любите, потому что вас любят, он любит вас, и потому вы любите его, и это побуждает вас любить. В этом случае процветание будет результатом вашей жизни. Процветание будет результатом того, что вы любите. Возлюбленный Богом никогда не обнищает. Среди любящих Божьей Царства не будет ни одного нищего. Этого никогда не будет. Но мы должны избавиться от всех меркантильных побуждений в своей христианской жизни. Мы должны понимать, что процветание это результат вашей жизни. А в любви важны мотивы. Любовь должна стать основной движущей силой в нашей жизни. И если мы добьемся этого, мы станем сильнейшими и наиболее эффективными во всем, что мы делаем. У нас будет мир, и не будет никакого ерма. Здесь написано, «Да будет мир в стенах твоих». Что это значит? «Шалом будет в стенах твоих, и шалом в чертогах твоих». Да. Это для тех, кто любит Его. У вас есть шалом в стенах ваших и чертогах ваших. Обратите внимание на то, что здесь написано. Почему Бог дает это вашему дому? Почему Он дает процветание вашему дому? Почему Он дает шалом стенам вашим и чертогам вашим? Ради братьев моих и ближних моих. Не ради вас. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, «Мир тебе». Бог заботится о вас ради других. Ради Дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Желаю блага тебе. Я буду делать тебе благо. Ради Дома Господа, желаю блага тебе. Что написано в Евангелии от Матфея 6, 33. «Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и все остальное, что приложится». Смотрите, чего я ищу. Я не ищу богатства. Я ищу Его. Я ищу Царство Его. Я стремлюсь быть Ему полезным. Я стремлюсь сделать то, что нужно Ему. И в результате этого «Все остальное приложится Мне». Если вы будете жертвой для Бога без искренней любви, вас ждет разочарование. Откройте первое послание к Коринфянам. 13 главу. Я бы хотел посмотреть на то, как вы будете кричать от радости, когда получите чек с шестизначной суммой. Мы все будем кричать вместе с вами. Ведь Библия призывает нас радоваться с радующимися. Когда вы получите семизначную сумму, я буду кричать от радости вместе с вами. Мы включим музыку. Everybody dance now. Мы точно будем веселиться. Мы точно будем веселиться. Кто-то скажет, «О, это не духовно». Но это результат любви. Мы будем прославлять Господа. Мы будем славить Его громко. Мы не будем стоять молча. Может быть, у нас не получится сделать это на всей улице. Но я бы хотел, чтобы на территории церкви вы покрыли участок дороги золотом, чтобы люди представляли, как это выглядит. А потом я хочу написать на ней. Вот что вас ждет. Чтобы вы смогли попробовать, как это будет. Вы не сможете устоять. Вы начнете танцевать. Я просто счастлив. И мне все равно, что людям в миру это не нравится. Людям никогда это не нравилось. Но это не помешает нам добиться того, что Бог предназначил для нас с момента сотворения мира. Первое послание к Орифинам, 13 глава, 3 стих. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Посмотрите, на какие жертвы вы можете пойти и при этом ничего не получить, если вы сделали это без любви. Даяние без любви лишает даяния силы. Повторите за мной. Господи, помоги мне оставаться влюбленным в Тебя и любить Божье Царство. Помните, как написано, что от физических упражнений пользы мало, а от даяния без любви пользы никакой. Никакой пользы. От физических упражнений пользы мало, а от даяния без любви пользы никакой. Процветание — это когда человек движется вперед. Это согласуется с тем, что написано в притчах 4.18. «Движение вперед». Что значит «движение вперед»? Давайте посмотрим. Может быть, это кому-то не нравится, но это есть в Библии. Кого-то это может изумить. 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более, скажите, более и более, которое более и более светлеет до полного дня». Когда нет этого «более и более», значит человек неправедный. Что-то не так. Вы должны светить больше и больше. Вы должны приобретать все более и более ясное понимание. Вы должны узнавать больше и больше. У вас должны появляться новые идеи, изобретения. Больше и больше. Больше и больше. Вы должны продвигаться вперед. А вы знаете, что у вас есть завет продвижения вперед? В соответствии с этим заветом мы получили обетование роста, приобретенное для нас ценой крови. Если вы не растете, вы не пользуетесь данной вам заветом привилегий. Вы не пользуетесь возможностью продвигаться вперед. Я буду двигаться вперед. Я не буду стоять на месте. Я не буду стоять. Я буду двигаться дальше и дальше, вперед по одной причине. По завету у меня есть это право двигаться дальше. Что мне делать? Вы должны напоминать себе об этом. Я не хочу продвигаться дальше и дальше вперед. Меня устраивает моя жизнь сегодня. Это слова эгоиста. Вы думаете только о себе. Вы не центр Вселенной. Ваш рост и движение вперед нужны Божьему Царству. Вы растете ради других. Вы движетесь вперед ради Божьего Царства. Вы можете продолжать ездить на своей маленькой машине и жить в квартире в 20 квадратных метров с фикусом. Вы можете делать все, что угодно. Знаете, что такое настоящее процветание? Это когда вы можете жить так, как хотите. Настоящее процветание — это не Rolls-Royce, а возможность ездить на Volkswagen, если вам так хочется. это возможность поставить палатку на лучшем участке земли и смотреть телевизор в этой палатке, запитав его от генератора, если это то, что вам хочется. Я просто хочу вам сказать, что не нужно останавливать рост и движение вперед, потому что вы довольны тем, что у вас уже есть, потому что это то, что вам нужно. мыслите шире, мыслите дальше, не мешайте благословениям поднимать вас выше, ведь даже если вы удовлетворены тем, что у вас уже есть, вы сможете стать благословением для других. Вы меня слушаете? Зачем человеку больше, чем две машины? А что, детей у вас нет? Если им понадобится машина, они смогут взять у вас на время. Если друзьям понадобится машина, вы сможете им помочь. Если в церкви будет потребность в машине, вы поможете. Вы можете одолжить ее кому-то, чтобы подвозить людей и дать церкви. Вы можете отправить эту машину миссионерам в Африке или Азии. Вы можете сделать очень многое с этими машинами. Я не понимаю, если у человека уже есть миллион долларов. Зачем ему еще больше? Это эгоизм. Что-то с вами не в порядке. Что значит, зачем человеку больше, чем миллион долларов? Я считаю, что человеку нужно столько, сколько ему хватает для жизни и все. Я буду счастлив, если у меня есть все, что нужно для жизни, и при этом буду знать, что у меня есть триллион долларов, которые я могу использовать, как только Дух Божий даст мне указания, куда их направить. Большие средства Божьего Царства готовы для финансирования проектов Божьих. Просто представьте себе, Бог совершит величайшее финансовое чудо, которое люди когда-либо видели, и это чудо совершится в церкви. Никто из нас не думает лишь о себе. Мы думаем о Божьем Царстве. Нужно думать о Божьем Царстве, друзья мои. Мы должны думать о том, чтобы иметь возможность давать людям образование, обеспечивать жильем и оказывать другую помощь, используя свои средства. Это и есть владычество. Теперь вы понимаете, что мы кое над чем работаем. Нам нужно изменить свое отношение, чтобы деньги не имели над нами власти. Библия говорит, что богатство губит глупцов, а глупец — это тот, кто говорит в сердце своем, что бога нет. Вы ведь не глупцы. Мы верим в бога. Мы любим людей. А любящий человек знает, как правильно использовать деньги. Процветание дает нам больше возможностей проявлять любовь к разным людям. И в этом случае бог не перестанет обогащать нас. Помните Нафанаила? Для него были открыты небеса. И это то, что я пророчествую для вашей жизни. Вы будете ходить под открытыми небесами. Вы понимаете? Вы так любите Бога, что Он распахнет над вами небеса. Я верю в это, друзья мои. Я верю в это. Я никогда не буду любить вещи больше, чем я люблю Бога. Мне нужны вещи для того, чтобы благословлять ими других. Нельзя использовать людей для обогащения. Нужно использовать богатство, чтобы благословлять людей. Я хочу, чтобы вы росли духовно, шли вперед, чтобы Бог мог действовать через вас. Возьмите то, что вам нужно, и что вы хотите, а через остальное Бог будет благословлять других. Ко мне подходит человек и говорит, «Пастор, у меня оказалось пять лишних машин. Подскажи, как мне их лучше использовать для Божьего Царства?» «Пастор, у меня около четырех миллионов долларов на счету. Подкинь мне идею, как распорядиться этими деньгами. «Пастор, мой бизнес растет, и у меня есть девять вакансий. Мне нужны люди. Я бы хотел, чтобы у меня работали люди, которые ходят в эту церковь. Послушайте меня. Это благословение, которое во благо другим». Именно поэтому Бог и хочет, чтобы вы процветали. Бог не дает вам процветания ради вас. «Это не Голливуд». Деньги — это власть мира. Но помазание любви — это наша сила. Вы меня слышите? Деньги — это сила мира. А что происходит, когда у людей неправильное понимание? Люди сходят с ума. Они прыгают с крыш небоскребов. Когда людей разоблачают, они попадают в тюрьму. Люди страдают, потому что эгоизм стоит за тем богатством, которое они приобрели. Вот поэтому людей в миру так сильно раздражает, когда христиане становятся богатыми. Они думают, что христиане сделали то же самое, что и они, чтобы приобрести это богатство. Они не понимают, что такое благословение. Они считают, что у проповедника не должно быть денег. И если они у него есть, значит, он их украл или сделал что-то противозаконное. Вы благословлены. Вы магнит для денег. Минуточку. Почему вы стали магнитом для денег? Потому что любовь привлекает к себе. Любовь привлекательна. Представьте некрасивую женщину. Ну вот вы начинаете с ней разговаривать. Разговаривать она умеет. У нее приятный голос. По телефону она может петь. Она умная, у нее прекрасная речь. Она разговаривает с вами, говорит о том, какой вы замечательный человек. Она говорит о том, как сильно она вас ценит. Она говорит вам приятные вещи. Она поднимает вас в ваших глазах. Она проповедует вам Божье Слово. Она говорит о том, что Божье Слово говорит о вас. И однажды наступает день, когда она становится для вас красавицей. Это самая красивая из женщин. Все остальные по-прежнему не видят в ней ничего особенного. Но любовь... Любовь разрушила ермо и избавила от бремени. Любовь разрушила ермо. А потом вы женитесь, и все ваши дети похожи на... Здравствуйте, позвольте мне представить. О, Боже, кто это? Здравствуйте. Прошу прощения. Больше косметики, слава Господу. Больше, больше, больше косметики. Больше губной помады. Больше и больше. Любовь — это движущая сила всех моих поступков для Божьего Царства. Сила вашей любви к Богу определяет уровень благословения. Давид был человеком по сердцу Божьему. Он удивил мир. Он любил Бога и проявлял свою любовь к Его Царству. Давайте откроем первый псалом. Первый псалом. Второй стих. Это сильные слова. Давайте начнем читать с первого стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Обратите внимание, что его воля в законе Господа. Он получает удовольствие от исполнения воли Божьей и постоянных размышлений о Божьих путях. И поэтому он будет подобен дереву, посаженному у потока флот, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Он будет преуспевать, потому что любит. Потому что любит. Взгляните на характеристику праведного человека. Хорошо быть преданным, но лучше быть преданным и наслаждаться этим. Бог не время для нас. Мы влюблены в Него. Я не люблю деньги, но они у меня есть. Почему? Потому что я знаю правила игры.